Слово, ключевое для наших с вами бесед, встреч на протяжении двух дней, это слово «стоицизм». Сегодняшняя первая моя с вами беседа будет посвящена стоицизму современному. И я бы поставил вопрос так, почему стоицизм сегодня? В чем притягательность стоицизма как практической деятельности, как то, что вдруг начинает объединять многих людей? И здесь я сейчас посмотрю, есть ли тот маркер. Вначале хотел бы предложить несколько образов, несколько метафор. А потом второй шаг — попытаться ответить на этот вопрос и, в-третьих, приблизиться к главным свойствам стоицизма как практической жизненной философии. Я буду говорить о стоицизме как о жизненной философии. А уже после обеда будут более специальные темы, и мы попробуем помедитировать, рассмотреть конкретные случаи, конкретные примеры. Метафоры, вот сейчас я думал над теми образами, Екатерина говорила, что нам носит образы. Если представить себе несколько образов, почему вдруг стоицизм? Что случилось такого последние десятилетия, что возник, а это буквально, я не преувеличиваю, очень большой интерес к стоицизму совершенно в разных кругах западных. Политиков, бизнесменов, ученых, просто интересующихся людей. И первую метафору я бы употребил метафору детской комнаты, где есть много вещей, где есть много игрушек, где разбросано много кубиков, но в этом нет никакого порядка, нет никакого предназначения. Западный человек за последние столетия продемонстрировал свою эффективность, силу. Западный человек показал свое преимущество во многих областях жизни. Начиная от техники, от естественных наук, и заканчивая политической и военной властью. Вот последние 2-3 года на украинский язык были приведены, на русский в том числе, несколько книг, которые стали бестселлерами. Почему Запад победил? Почему Запад правит миром? В чем эффективность и сила Запада? Имеется в виду, конечно, Западный мир, Европа, Соединенные Штаты, англосаксонское пространство. Но отвечая на этот вопрос, почему Запад победил, мне кажется, мы запаздываем. Поскольку в господстве Запада, в кажущейся силе Запада, в силе технологии, в силе естественных наук, в силе этой мощи и эффективности, замечается и в последнее время кроется, и все становится более явным, слабость Запада. Слабость западного человека. В чем она проявляется? Возвращаясь к своей метафоре ребенка. Западный человек похож на капризного ребенка, который с помощью определенных манипуляций достиг влияния на своих родителей, достиг определенного влияния, но постоянно угождая его прихотям, не будем говорить кто, какие-то силы, лишили этого капризного ребенка главного вопроса «зачем? Почему?». И в 20 веке мы видим нагромождение видов деятельности, но все более ощущаем вакуум или, по-другому говоря, ощущаем отсутствие того, что бы соединяло все эти виды деятельности. Все это могущество распадается на многие-многие элементы. И возникает вопрос, зачем это нам нужно? Ради чего мы развиваем технологии? Ради чего и в каком направлении движутся естественные науки? Для чего нам могущество? Для чего нам политическая власть? И возникает эта потребность. Вакуум, ощущение вакуума порождает очень важные вопросы. И главный вопрос, вопрос о практической жизни, о главной цели, главном фокусе, которому мог бы соединить все эти элементы, первое наше ключевое слово, в некую целостность. И только эта целостность может породить то, что мы можем условно назвать смыслом. Вначале казалось, что эти две вещи можно достичь с помощью, опять же, технологий, различных направлений, например, психотерапии. Практики подлечивания западного человека в моменты его разочарований, провалов или смыслового вакуума. Но чем дальше, тем больше стало понятно, что и психотерапия, как некая западная техна, не справляется с возникающими пробелами в этой целостности. И я позволю себе процитировать вас на страничке 38. Последняя цитата внизу. Я перевел ее на украинский язык, но прочитаю ее в русском переводе. Единственная моя цитата будет сегодня. Где автор книги «Как быть стойком» Массимо Пельючи под заголовок книги «Античная философия и современная жизнь». Это можно перевести как «Древняя философия», возможно, «Античная философия». Процитирую себе этот фрагмент. Он сравнивает философию стоицизма и терапию. Философию стоицизма и терапию. Я рассуждаю следующим образом. Терапия краткосрочна. Она помогает людям преодолевать конкретные проблемы психологического характера. Краткосрочность и работа с конкретными проблемами психологического характера. Но не предлагает им жизненную позицию. То есть философию, на которую люди будут опираться годами. Психотерапия работает с фрагментами, с какими-то элементами подлечивания, ремонта каких-то запчастей. Но чего она не может предложить? И от чего она сознательно устраняется? Предложение некой целостной картины, некого целостного образа. Того, что Пельючий называет жизненной философией. Жизненная позиция. И последнее, второе предложение, очень важное. Между тем, философия жизни — это то, без чего не может обойтись ни один человек. Философия жизни — то, без чего не может обойтись ни один человек. Каждый из нас сформирует ее для себя сознательно или нет? Каждый из нас сформирует ее для себя сознательно или нет? Пельючий говорит, что многие люди, многие западные люди приходят к тому, что ответ на их вопросы или уход и излечение от этого пустоты, от вакуума, может быть жизненная философия. Тот целостное мировоззрение, тот подход, который можно назвать своей позицией, которая сопровождала бы нас на протяжении всей нашей жизни. Это можно назвать картиной мира. Ощущение целого, ощущение целостности, которое так свойственно стоицизму. На странице 38 есть еще один фрагмент из стойков. Третья сверху цитата из Марка Аврелия. «Нехай на бентежит тебе думка про твое властное життя утилому». Марк Аврелий говорит о мужестве посмотреть на свою жизнь в целом. Не только на мужество, но и на пользу этого целостного взгляда. Таким образом, я завершаю первый шаг. Вопрос звучал так. Почему стоицизм? Как жизненная установка, жизненная философия. Потому что, усложняя свою деятельность сегодня, западный человек ощущает вакуум, распад, фрагментарность. Он многого достиг. У нас был вопрос о достижениях. Он много достиг в разных целях, но утратил вопрос зачем. Утратил вопрос о том, ради чего все это совершается. Утратил ответ на вопрос о том главном фокусе, на который направляются все наши усилия. И стоицизм сегодня — это попытка вернуться на том витке, на котором мы находимся сегодня, к ответу на вопрос о нашей жизненной позиции. Каждый из нас нуждается в картине мира. Каждый из нас нуждается в том, что можно назвать своей жизненной философией. Следовательно, каждый из нас по природе — философ. Кто-то об этом еще не знает. И тогда его ожидают удивительные открытия. Кто-то об этом догадывается. И тогда он должен работать, совершенствовать это свое умение. А кто-то уже об этом догадался и начинает свой путь развития, работы с тем, что можно назвать картиной мира, мировоззрения. Таким образом, первый шаг я сделал. Возможно, у вас будут какие-то вопросы или комментарии. Мне кажется, это достаточно простая картина, которую можно обозначить простым предложением. Без философии нам плохо. Без жизненной философии мы потеряны. Мы капризные дети среди разбросанных игрушек. Игрушек может становиться больше, но комната от этого не становится уютнее. Она больше похожа на лавку ненужных вещей. Запад создает все больше вещей, но не знает зачем. Запад создает все больше вещей для того, чтобы мы игрались с ними, забыв объяснить, в чем смысл игры. Если мы спрашиваем, в чем смысл игры, нам говорят в том, чтобы играть. Играйся, вот тебе новые кубики, вот тебе новые развлечения, вот тебе новые продукты. Я говорю, у меня уже есть. А мне отвечают, ничего не понимаешь, чем больше, тем лучше. Каждую секунду нужно приобретать новые игрушки, иначе ты не современный человек. Чем больше игрушек, тем больше ты впереди процесса. Я теперь попытаюсь показать, а почему именно стоицизм, они не другая жизненная философия. В чем его привлекательность, в чем его притягательность. Почему вдруг так все сошлось. Нужно сказать, что я платоник, но восхищаюсь стоицизмом, использую его элементы, поскольку стойки лучше всего взяли самые яркие, самые практически эффективные моменты платонизма, что-то с ними сделали, и предложили более эффективную, в римском стиле, лаконичную, лишенную разных метафорических, метафизических прорывов, систему. Хотя там есть и метафизика, и практика медитации, целостный взгляд, но без тех тех странностей, которые мы встречаем в платонизме. Потому что платонизм требует долгих лет посвящения. Платонизм связан с чем-то, что требует долгого пути, ухода с учителями в какие-то вещи. А стоицизм говорит «используй сегодня». Стоицизм — это платонизм для практики. Стоицизм — это платонические идеалы, данные для эффективного поведения в современном мире. Стоицизм — это открытая система. Что это значит? Значит, в отличие от других учений, как религиозных, так и философских, стоицизм демонстрирует потрясающую способность всех объединять и включать. В этом его сила и эффективность. Маленький пример. Современными стоиками могут быть как люди религиозные, так и абсолютно жесткие атеисты. Поскольку, например, Массимо Пирьючи — это человек, который пришел из биологии, он многое там сделал, потом он преподавал и преподавал философию в Нью-Йорке, а стоицизму пришел как к своей жизненной философии. Не для того, чтобы учить истории философии и стоицизма, а для того, чтобы пользоваться учением стоицизма. И в этом новшество современного мира. Когда мы к философии поворачиваемся не как академические мыслители, а мы с Сергеем Викторовичем еще и академические мыслители, а переоткрываем для себя жизненный потенциал философии. Современный мир возвращается к философии как к жизненному центру, как к практике. Пережив практики увлечения буддизмом, разными другими восточными движениями, он приходит к тому, из чего рождался. И в этом смысле открытость системы включает все возможные установки, как и ученых, можно быть естественником, можно быть биологом, химиком, можно быть атеистом или верующим человеком. При этом всех нас будет объединять то, что мы стойки, поскольку стоицизм позволяет объединять различные мировоззрения. В этом его первая сила. Почему? Возможно, мы как-то сможем это разобрать. Второй момент. Это достаточно простая, лаконичная система. Простота и лаконичность. Например, если бы я сказал вам, давайте вместе почитаем диалог Платона-Парменид, или там «Критику чистого разума», вы бы сказали, давайте, доверяя мне первые пять минут. После следующих контактов вы бы поняли, что это невозможно, невозможно читать, тем более в современном мире. А если бы я вам сказал, а давайте почитаем Марка Аврелия к самому себе, так называется, собственно, с греческого, если переводить его книгу, наедине с собой, к самому себе обращенный текст, это медитация, в принципе, это книга-медитация. Каждый из вас смог бы ее прочитать за несколько вечеров, за несколько дней. Эта книга доступна всем. Или книга Эпиктета. Беседы Эпиктета, они открыты и доступны. И, кстати, во многом пересекаются с Евангелием, очень похожи на евангельские вещи, что удивляло одного классического филолога. Или книги Сенеки, малый трактат или письма Сенеки. В этом смысле достаточная простота и целостность — это ноу-хау стойков. В принципе, они создали систему, которая подходит ко всем и не требует сверхусилий для того, чтобы ее владеть. Но при этом она содержит то, что является важным здесь для современного человека. Здесь есть своя глубокая метафизика, свое мировоззрение, практики медитации. Можно сказать, что стоицизм — это философия, основанная на медитациях, на интеллектуальных упражнениях. Стоицизм — это упражнение, доступное всем, которое можно смоделировать, которое можно практиковать. И в этом загадка стоицизма. С одной стороны, быть простой лаконичной системой, предлагающей целостный взгляд, который включал бы как метафизику, так и мировоззрение, практики медитации и возможность взаимодействовать с науками, с разными взглядами на мир, даже атеистически и атеистически. Это второе важное свойство. Пожалуйста, следите, если нужно будет уточнять. Я буду сейчас рисую общую картину. Третье свойство — это практичность, практическая эффективность. Практичность. А потом я буду иллюстрировать на конкретных живых примерах, как все это реализуется. Как жить платонику в этом мире? Вот если бы книга называлась «Как быть платоником», я бы такую книгу не написал бы. И «Как быть кантианцем». В Украине такую книгу лучше не писать, «Как быть кантианцем». Можно, но пользоваться трудно. Кстати, вот Кант такой замес стаицизма, что ключевое слово... Вот главное достижение был вопрос. Это служение, долг, следование долгу. И моя реплика о главном цели жизни человека по канту не быть счастливым, а быть достойным счастья. Вот эти все слова «быть достойным счастья», следовать долгу. Вот это слово «долг» — «официум». Ключевое слово стоицизма. Отсюда у нас слово «официальный». Каждый из нас служит в мировом целом. Каждый из нас в иерархии воинских частей. Каждый из нас воин Вселенной. Каждый из нас на службе. И поэтому для стоиков нужно служить как можно лучше и исполнять свои обязанности максимально хорошо. Все, вот просто. И ты будешь счастлив. Потому что для стоиков цель все-таки быть счастливым. Но в чем счастье? В том, что ты хорошо служишь. Как человек, как офицер, как чиновник, как философ, как студент, как отец семейства. Каждый из нас на службе. И исполняет, служит тем правилам, которые установили не мы с вами. Мы приходим в этот мир, здесь есть правила. Их нужно изучить, усвоить и исполнять. И тогда мы счастливы. В этом практичность. И, наконец, еще одно свойство. Я начну вводить иллюстрации. Стоицизм дает жизненные ориентиры. Может служить тому, что способствует принятию решений. Решения, ориентиры, цели. Поскольку мы служим, поскольку мы исполняем определенные обязанности, нам легко достижимы вопросы о целях. То, что утрачивает западный человек. Утрата целей, утрата смысла. Стоицизм возвращает нас к этим важным вопросам. У каждого из нас есть своя цель, исполняя то или иное служение. И у всех нас в целом есть главная цель. И у мира есть главная цель. И здесь мы это объединяем. Я как личность, мы как сообщество людей, и мир как целое. Фактически речь идет о встроенности трех главных точек, трех главных кругов. Я становлюсь собою, но только среди людей. В этом сила стоицизма. Стоицизм говорит о том, что люди политические существа. И в отличие от восточных практик, стоицизм очень сильно политически заострен. Нельзя быть вне политики. Нельзя быть не связанным с политикой. Но политика, они понимают, как сообщество, жизнь в сообществе, взаимодействие. Были здесь вопросы о взаимодействии, о том, как мы действуем между собой. Но мы взаимодействуем как человечество только в рамках более общей целостности, то есть мира. И у Марка Вреля, и у других стойков постоянно речь идет о целом, чтобы мы смотрели с позиции целого, чтобы мы были частью целого и ощущали вот этот смысл. Поэтому здесь этот еще очень важный момент. Политика. Это, кстати, то, что отличает стоицизм от многих восточных движений. Сейчас я перехожу к конкретным примерам, к конкретным людям, к конкретным личностям. Но вот если сравнить, например, с, я думаю, Павел будет оппонировать и задаст какие-то, пустит в какие-то в меня стрелы. В данном случае, мне кажется, что Инди, если брать наше профанное западное понимание индийской духовности, она потрясающим образом не политична. Конечно, были государства, но то, что мы называем индийской духовностью, все-таки не так сильно акцентировано политически, основано на политической жизни, на взаимодействии, как у востоицизма. Я приведу один маленький пример. Один из томов истории Второй мировой Черчилля, где он описывает ситуацию 42-го года. 42-й год был, лето 42-го года, точка наибольшего триумфа Гитлера. Май, победа, разгром под Харьковом. В это время в Северной Африке, лето Северной Африки, захват Табрука, Роммелем, успехи на всех фронтах. И практически речь идет о Японии. Также прогрессирует. И возникает вопрос об Индии. И Черчилль, вспоминая напряженную ситуацию тех месяцев, указывает на то, что Индия ненадежна, что большинство поддерживает Ганди, а Ганди отстаивает позицию несопротивления. Вот то, что было сильной стороной Ганди, как удержание от сопротивления, не сопротивляться, этика ненасилия, то, что сработало хорошо в одном аспекте, стало раздражать Черчилля в другом аспекте, в том плане, что если японцы высадятся в Индии, сопротивления не будет никакого. Только небольшая группа людей готова сопротивляться. А небольшая группа людей была пронацистским настроением. В Индии были очень большие симпатии некоторых кругов к национал-социализму. Так же, как и в мире ислама. Были большие симпатии к национал-социализму. То есть, фактически, весь мир был охвачен летом 1942 года вот этой важной опасностью. В этом случае та индийская духовность, которую мы, естественно, почитаем и уважаем, здесь оказалась слабым звеном. Неготовностью сопротивляться, неготовностью оказывать сопротивление, политическое, военное, занимать активную позицию. Это иллюстрация того, что стоицизм изначально связан с политикой, изначально связан с активностью человека в этом мире. Стоик всегда активен. Стоик не принимает позицию пассивного сопротивления. Он не может быть просто наблюдателем. Он действующий персонаж. Он актер на этой сцене. Итак, я обозначил эти пять аспектов и тем самым завершил свой второй шаг. И теперь мы сможем немного перевести конкретных случаев, порассуждать. Возможно, у вас сейчас возникнут вопросы или обмен репликами, как говорил Сергей Викторович. А я сейчас обобщу. Я ответил на вопрос, почему стоицизм в современном мире. Это смысловой вакуум. Это утрата смысла деятельности западного человека. Поэтому возникает возврат интерес к философии как к практической жизненной позиции. И здесь философия отличается от психотерапии, потому что рассматривает не части, не фрагменты, а предлагает человеку картину мира, отвечая за то, что мы называем целостным мировоззрением. Это был мой первый шаг. А второй шаг был, почему именно стоицизм в поисках этих различных философских мировоззрений. Потому что он обладает свойствами, которые более привлекательны. Потому что на уровне с лаконичностью и простотой он дает ту многогранность, объединяющую мировоззрение, картину мира, медитацию, связь с науками, связь с верой, связь с атеизмом, отсутствием веры. И достаточно просто в обращении. Пожалуйста, если есть реплики, поскольку мы с вами собираемся не для того, чтобы читать лекции, слушать лекции, но также взаимодействовать. Что из того, что я сказал, нужно прояснить и детализировать? Дело в том, что действительно была проблема, о которой говорили, я не буду повторять, относительно Индии, но британское правительство нашло и решение, как инспирировать ворю к сопротивлению. Дело в том, что, я не буду спускаться в подробности, но, попросту говоря, был предложен патор индийской элите, что если Индия поможет Англии победить войну, то Англия предоставит Индии независимость. То есть была предложена вот такая вот, такую большую пряню, позволение сказать. И надо сказать, что я, конечно, не хочу сводить независимость Индии к этому обещанию, но к чести британцам нужно признать, что они это обещание после войны выполнили. И, как известно, Индия в 1947 году, первая из колоний, получала независимость. И надо сказать, что индийские войска на фронтах Второй мировой войны сажались очень доблестно, и как войска Доминион встрали в Новой Зеландии и внесли огромную лепту, победу, и, в частности, вот в переломе военных действий Андрей вспоминал Табрук, действительно, критическую точку военной в Северной Африке, но, собственно, переломным моментом стал Витоприээл Аламейонит, это здоровье, но не потерпел поражение, и большую роль в этом сыграли как раз индийские войска. Поэтому, как вы видите, мы видим интересную трансформацию воли, если правильно подойти к вопросу. Обещание было исполнено по другим правилам, раз, во-вторых, роль индийских, скажем, военных сил важна была, но все-таки американские танки здесь сыграли большую роль, поскольку это была танковая... Большую роль сыграла в Монгомере, сейчас никуда не будет. Да, но я о том, что речь идет о другом, о том, что определенное мировоззрение, определенное духовное движение... Ингрицы бы легко поменяли японские колонизаторы в Гранд-Мирск. А вот поменять свободу на продолжение планированной зависимости в этом... Понимаете, это очень важный мировоззренческий вопрос, потому что для стойков это всегда... Я вот после обеды об этом буду говорить, но скажу сейчас кратко. Стойки практикуют ряд базовых добродетелей, и одна из них предполагает постоянно тонкую грань между конкретными ситуациями. Ведь когда мы говорим о жизненной философии, и вообще слово философии, она пугает, передергивает, мы думаем, что это какие-то сложные, жесткие конструкты, которые далеки от жизни. Но теория добродетелей, она как раз предполагает развитие в нас практического мышления, практической мудрости. Практическая мудрость — это разбор тех казусов, тех ситуаций, в которых мы оказываемся ежечасно, ежеминутно. Стоицизм не дает нам готовое мировоззрение, а учит нас к тому, чтобы мы через медитации, через упражнения учились проходить тонкий и серединный путь между крайностями в любой ситуации. И вот данная ситуация, которую обозначили тезис и антитезис мой и Сергея Викторовича, состоял в том, что в чем же мудрость при определенном раскладе сил? Подчиниться, если мы исходим из идеи тысячелетних царств, какая разница, кто нами правит? В конце концов, у нас будет своя культура, а немцы, скорее всего, японцы, не так бы сильно раздавили индийскую культуру. Тем более, ее очень трудно раздавить. В одном месте давишь, в другом она появляется. Такая мягкая сила. Политика может быть где-то на одном уровне, а жизнь на другом. Точно так же это связано и с нами, с Украиной также. Какая разница, думают некоторые люди. Не в том ли мудрость, чтобы подлаживаться под ситуацию? И 20 век показал, как легко большие группы людей идут на конформистские вещи. Вообще, конформизм можно назвать здравым смыслом. И на моей памяти, а я живу уже полстолетия, элиты очень хорошо приспосабливаются под любой режим и тут же начинают его проповедовать. И даже идут впереди паровозы. Это одна крайность. Другая крайность, говорит стоицизм, нет, есть разница. Поскольку мы с вами политические существа. И если мы позволим кому-то за нас образовывать, организовать нашу собственную жизнь, мы теряем самые главные вещи, связанные с нашим достоинством, личностным достоинством, с теми достижениями, которые мы тут заполняли и анализировали. Как раз очень существенное различие между тем, какая политика существует у нас и как мы взаимодействуем активно, как граждане или как подчиненные и подданные принимаем чью-то власть. В этом смысле стоицизм более активен, чем восточное учение, что я и хотел проиллюстрировать. Может быть, еще, да, пожалуйста. Мне кажется, что нам нужно прояснить, как специально принималась политика. Потому что политика, как мы сегодня ее понимаем, наверное, участие в предвыборной гонке, участие в политическое влияние, такие вещи. Если какое-то свое влияние в специально более глубинное что-то, потому что расскажите о политике. Безусловно. Вот такие краткие вопросы. Я буду давать такие же краткие ответы. На одном из Сенкемп как раз была идея общего блага, мы к ней вернемся. В чем отличие взгляда этих людей на политику? И он сегодня популярен среди многих интеллектуалов, экономистов, политиков Запада, Америки, Европы. Это ответ на вопрос «Для чего политическая жизнь?» Для себя проверьте. Запишите себе этот вопрос, используйте это как тест. «Для чего политическая жизнь? Для чего политика?» И тут же у нас на подсознании и все ближе и ближе, как зверь, выходя из нас, мы сразу понимаем, для чего у нас политика в Украине. А для чего стойкам политика и людям, которые называли себя Аристотелем Платоном? Для того, чтобы создать определенное пространство, полисом. Полис может быть маленьким, и первые стойки жили в маленьком полисе в Афинах. Стоицизм возник в 300 году до нашей эры в Афинах. А можно жить в большом полисе, потому что Рим это большой город в том значении полиса, в котором жили Марк Аврелия, Пиктет, Сенека. Полис можно понимать по-разному, но что единиц всех стойков это ответ на вопрос «А зачем полис? Какое главное предназначение?» И здесь стойки отвечают. И следует здесь больше Аристотелю. Задача политической жизни в том, чтобы не просто жить, а жить хорошо. Но слово «хорошо жить» по-русски ужасно звучит, потому что здесь слово бонум благо «жить благой жизни». То есть по-русски мы переводим «хорошо». Я писал тогда это слово «эвдзен». Это лучше перевести как наполненная, осмысленная, полноценная жизнь. Все мы являемся вначале материалом, который нужно обработать. Задача политики в том, чтобы она из просто биологических существ создавала граждан. Из биологических существ физической оболочки, из индивидов, которые рождаются беззащитными, еще неготовыми, неосознанными, создавать граждан. И почему политическая ангажированность тоицизма? Потому что они считают, что политика это единственный путь, где мы можем все реализовать свои потенциалы. Это то, что говорил Сергей. Только в политическом пространстве взаимодействия друг с другом мы обладаем, мы одариваем друг друга силой и дополняем друг друга. Нельзя реализовать себя в разрозненном политическом теле, в больном полисе, в развращенном полисе. Чем более развращенный полис, тем меньше шанс реализовать свой потенциал, тем меньше мы взаимодействуем друг с другом. В развращенном полисе мы отчуждены друг от друга, мы разрозненные точки, которые не выстраиваются в единый рисунок или те разбросанные кубики, о которых я говорил. Здоровый полис позволяет нам взаимодействовать и становиться сильными взаимодействием друг с другом. Так вот, задача полиса в том, чтобы становиться хорошими гражданами, чтобы вести наполненную осмысленную жизнь. И для этого действуют главные принципы, о которых у нас пойдет речь после обеда. Это теория добродетелей. Граждане – это те существа, которые практикуют определенные добродетели, то есть обретают определенные качества. Как есть качество у этого стола, есть качество у воды, есть качество еды, есть качество вина. У человека тоже есть свое качество. Мы говорим «хорошее вино» и понимаем, что это за свойство. А для стойков «хороший человек» – это тоже определенное свойство. Как есть diagnosed есть свойства хорошего вина, так и свойства хорошего человека. Свойства хорошего человека – это добродетели. Если бы мы купили бутылку, если бы бутылка – это хороший человек, и мы смотрим состав, ингредиенты – состав это – добродетели. Буквально бутылка – эндрей-белместер называется, если энергий-белместер неплохой – тут должны быть такие добродетели, как как мужество, справедливость, мудрость, умеренность или рассудительность. И Е-406. Без этого никак. Чтобы не разложились эти, чтобы они как можно дольше сохранились. Для того, чтобы не сохранялись, мы должны друг другу... Е, вот что-что? Ну вот какой-нибудь, это и есть полис. Это то, что соединяет. Полис — это и есть консервант, это и есть взаимодействие. Вот в этом смысле добродетели и общее благо. Добродетели и благо. Вот этот рецепт, ответ на вопрос, Катя. Я хотел кратко, но кратко не получилось. Но вот теперь скажу кратко в одном слове. Полис для того, чтобы создавать полноценных, ответственных граждан, ведущих осмысленный образ жизни. Без полиса это невозможно, по стойкам. Добродетельные. А сами добродетели — это как раз те качества, о которых я говорил. Пусть у вас останется метафора, хорошее вино, хороший хлеб, хорошая вещь. Человек тоже нечто. Быть хорошим человеком — значит жить в полисе и иметь вот эти ингредиенты, эти качества. И недаром слово «арете», добродетель по-гречески «арете», оно и означает хорошо сделанное что-то. А по латыни «виртус». Виртус буквально — это некая сила, некое качество. Иметь «виртус» или «виртутес», множественность — это значит обладать определенными качествами. Вино обладает такими качествами и человек. Хорошее вино, конечно. Вот видите, здесь вот Аристотель, один из вдохновителей эстоицизма, подходит и говорит «можно вот я добавлю» с такой бородой небольшой, в кольцах с модной прической, как его дразнили его некоторые античные биографы. Им было это неприятно, что у него была хорошая прическа, кольца, он следил за модой. Это было не свойственно философам. Какой-то странный человек, но у него были жены. И вот Аристотель говорит «а вы говорите человек и хороший человек, вино и хорошее вино». Но ведь я, Аристотель, говорю вам, что вино — это и есть хорошее вино. Если вино плохое, то это не вино. Точно так же, как пианист и хороший пианист, это уже пример Аристотеля, пианист — это хороший пианист, а человек, который нажимает на клавиши, ну, это шимпанзе, это пианистка. Да, не бывает. Точно так же и человек, пока это индивид, биологическое существо, но человек — это хороший человек. Если он начинает быть плохим, возникает ряд вопросов, что это за существо, что с ним делать, как его преобразовать. Конечно, у греков они были не демократы, было свое решение этого вопроса, но в данном случае вот это слово «отличие» мы должны понимать. Еще вопрос, пожалуйста. Я объяснил, что такое, зачем полис, а что такое политика. Видите, как оно расходится с российской политикой и с украинской политикой. А есть существенная разница между артическим и артистрицидом, когда мы с артистрицидом, он бы так и не был, я бы решил, сильно по критике. А это значит опасность артистрицидного спорта между артистрицидом и артистрицидом, а значит, артистрицидом и его срочное прочтение, за то, что не возможно, какая-то разная прочтение. И практичность, естественно, правильность, практичность, практичность, эскезы, простота. Улимские, да, на американском языке. Ну, не такой, да. Давайте сейчас сделаем так же, но практичность. Я же к этому подводил. Да. А греки, они же немножко другие. Им эстетику было. Им эстетику было. Им эстетику было. И в этом тоже, если эстетика? Да. Простота, локоничная. Да, эстетика, срока эстетика. Помните, Штюриц? Учил брата. Да, да. Погузей, я хотела. Греки расплывчивые. Греки не слышали. Мы любим простаты, сила, боли, дух, детей. И вот там наш греки очень часто растут. И Артур родился в Средиземном 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 Средиземном. Сейчас приведу несколько жизненных примеров, но ваш вопрос чрезвычайно интересен и ответить на него невозможно. Тем он становится еще более интересным, потому что остались только фрагменты греческих стоиков, ранних стоиков. Сегодня мы реконструируем это учение, но, к сожалению, у нас нет каких бы то ни было полных текстов. Когда речь идет о фрагментах, всегда можно гадать… Можно сказать, что римский стоицизм – это то, что питалось духом греческих стоиков, и мы можем узнавать какие-то черты, какие-то ссылки. Например, в учении о реальности физико-стоиков или их учение о добродетелях, учение о безразличном. То есть многие догматы и многие тезисы стоицизма греческого вошли туда, но, естественно, прошли римскую обработку, римскую шлифовку вот в таком виде. Но это все равно, что, опять же, сравнивать Канта немецкого, Кант, как он был, и Мануил Кант, и то, что с него сделали англосаксы в своих аналитических студиях. И там Кант, и там. Но это очень хорошая версия Канта, доступная для аналитической философии, для очень четкого, строгого мышления и так далее. Очевидно и здесь. И речь идет о разных версиях. Я буду рад, если мы создадим украинский стоицизм, и тогда кто-то из вас будет его представлять, и вас спросят, а в чем отличие римского стоицизма от украинского стоицизма? Вот отчасти, мне кажется, сковорода у него проскальзывают какие-то фразы и отстойков. Потому что Сенека, например, любил говорить о ловушках мира, о том, что нам мир оставляет ловушки, и там, где, кажется, преимущество часто, и там, где все сладко, ловушки смазаны сладкими. Если бы мы были похожи на мышей больше, мы бы сказали о сале, сыре. А у них такая в Сенеке почему-то сладость была. Мы говорили о пирожных. Вот я бы сказал так. Ловушки мира обложены прекрасными пирожными. И как только мы эти пирожные начинаем поедать, мы попадаем в эти ловушки. То, что кажется сладким, потом захлопывается. Одно из известных изречений Сковороды как раз о том, что он почему-то считал, что мир его пытался поймать и не поймал. Это один из тезисов. Поэтому вопрос именно историко-философский. Я не знаю. Изданные на русском языке фрагменты ранних греческих стойков в трех тонамах. Это передача издания фон Арнима. Но мы можем только догадываться. Напомню, что Пьер Адо «Духовное упражнение», где больше половины книги посвящено стоицизму и разбору книги Марка Авреля в том числе, он говорил, что если бы ирония доля, ирония истории, рок оставил бы нам фрагменты Платона, но полный список произведений стоиков, нам бы казалось, что стоицизм — это главное учение античности. Поскольку стоиками были написаны много-много-много томов, причем изощренных по логике, по эпистемологии, по этике, политике, риторике и прочим-прочим-прочим вещам. Там список этих всех трактатов. Но они все пропали. Это уже другой вопрос по чипу. Но, тем не менее, до нас дошли осколки. Это тот храм, который дошел до нас только в определенных руинах. А Платон дошел до нас целостным храмом или целостным архитектурным массивом. Фактически, они говорили о полисе, когда полис, ну, по крайней мере, в своем традиционном классическом значении уже исчезал. А как бы прокомментировать их идею космополиса? То есть вот эта идея всемирного общежития, как компенсация своеобразная, на Земле уже недоступна? Жил такой Алексей Федорович Лосев. Он написал много томов, в том числе писал о стоицизме. И в словаре античной философии у него есть статья о стоицизме. И он так красиво отвечал на вопрос Алексея, тоже Алексей Федорович, тоже Алексей. И он определял свойства римского стоицизма. И он как раз показывал отличие от греческого. Многое, я думаю, добавил от себя. Но главные его нотки были такие. Мировая империя возникла. Греческие полисы разрушены. И возникла новая установка. Римские стойки, они больше пессимисты. Они больше требуют смирения перед роком. Они как бы раздавлены этой махиной большой империи. Они чувствуют, насколько маленький человек в этом громадном пространстве. И поэтому этот маленький человек начинает упражняться в стойкости и всех прочих вещах. Мне кажется, это совершенно ложный образ стоицизма, но я сейчас не об этом. О том, что Лосев пытался представить, что изменилась политика, поле стал громадным. И поэтому он сублимировался до масштабов космической силы. Фактически римское сознание спроецировало империю на всю Вселенную. Поэтому стойки говорят о космополитизме, о том, что мы граждане Вселенной, о том, что у этой Вселенной один император, один царь, и мы все должны подчиняться этим законам. Но мне кажется, что на эту идею стойков можно римских подойти с другой стороны. Какая связь между Вселенной и Римской империей? Какая связь между политической системой, которую строит человек, и космосом? Мне кажется, что есть другой хороший вариант понимать задачи политики как отражение закономерностей более масштабного и универсального значения. То есть задача человеческой политики — отражать что-то, что больше человеческой деятельности. Задача политики не только в том, чтобы растить в хороших граждан, но и создавать здесь в масштабах человеческого взаимодействия что-то, что могло бы отражать закономерности космические, то, что могло бы отражать законы Вселенские. В этом смысле политика становится окном в космос. Политика становится иконой Вселенной. То, что создают люди, каким-то образом отражает более универсальный закон. Становится отражением или окном образом чего-то более значительного, чем сиюминутные интересы людей. И в этом смысле тогда политика должна готовить нас к этой Вселенской задаче. Задача политики в том, чтобы мышление наше не ограничивалось только какой-то частью земли, здесь вот территории, границы, а позволило бы нам перейти все границы и ощутить безграничность человека. Ту целостность, которая охватывает все, что называется космосом как таковым. Быть гражданином космоса – это не просто быть космополитом в том значении, обыденном, о котором мы говорим. Быть гражданином космоса – это значит видеть свое предозначение больше, чем просто быть биологическим видом Homo sapiens. Это значит некая миссия, некая цель, которая шире, чем цель просто быть существом. Современные некоторые естественники пытаются нас постоянно столкнуть в животное начало. Видеть все лучшее в нас уже в биологическом мире. Я об этом читаю лекции, сам этим восхищаюсь, они находят все уже у приматов, а у водорослей все это уже есть. То есть справедливость, мораль, долг, у кактусов уже есть. Вот есть определенная нервировка, а стойки движутся в другом направлении. У нас есть что-то, чего нет ни у каких живых существ, поскольку человек уже не просто биологическое существо, он на границе. Я бы здесь использовал термин платоника – плотина. Мы живем в двух мирах, мы граждане двух миров. Амфибия – так это по-гречески. То есть здесь, в земном и духовном мире, в телесном и духовном мире. Мы соединяем оба мира. Через человека проходит граница между мирами. И, кстати, Фома Аквинский, человек, которым я много занимался и занимаюсь, также об этом говорил, в отличие от человека, от животных и от ангелов. Животные существуют ниже черты духовности. Ангелы – абсолютно духовные существа, но в этом их и преимущества, и недостатки. Например, они не могут оценить хорошее вино. А человек живет с границы и на границе. Человек объединяет все миры, и поэтому он может быть ответственным за все создание божественное, поскольку он соединяет в себе все элементы реальности – и духовной, и телесной. Мы объединяем, мы целостные существа. Мы связаны и с телесным, и с духовным. И мы можем бороться за духовное, работая с телесным. То есть это моя была интерпретация политики в этом значении слова. Ну что же, и тогда несколько примеров, 10 минут, и мы завершаем. Может, у кого-то есть еще реплика или вопрос? Человек из личности в истории, которую можно вспомнить и преследовать в этой цели? Хорошо, вот это как раз тогда то, что я хотел сказать. Ну, во-первых, чтобы не говорить много лишнего и 10 минут оставить для XX века, я мог бы сослаться в YouTube на свою лекцию «Идеи стоицизма и возникновения дисциплинарного общества». Я показал, как стоицизм создал Европу модерную, Европу XVII века. То, что мы называем эпохой модерн. Все больше и больше исследований западных, которые я, естественно, внимательно читаю, говорящих о том, что стоицизм в таком христианизированном немножко виде был положен в основании новой политики европейской. Вот я сейчас пройду по своей лекции за две минуты. Я показываю там от Юста Липси, мыслителя, политика, стойка, конца XVI века, круг его учеников, в который входил и Рубенс, в который входил Морец Аранский. Липси написал трактат о политике, трактат о добродетелях, о религии и так далее. И вот от этих кругов стойков, интеллектуалов и пошли волны взаимодействия, которые стали менять все вокруг себя. Например, Морец Аранский на основании идеи стоицизма создал армию нового образца, новую дисциплину, что помогло Голландии противостоять мощной Испании, отстоять свою независимость. Голландия находилась в состоянии войны более ста лет с Испанией. И расцвет Голландии пришелся на состояние войны. Чудо голландское, или золотой век Голландии, возникало в ситуации, когда она воевала с самой мощной военной силой. Шведская армия была также создана по образцу армии голландской. Армия Кронвилля была создана по этому образцу. То есть политики военные. Кстати, Морец Аранский впервые создал военную академию. Потом быт, поведение элит. Это процесс великий, который можно назвать самодисциплиной элит, который начался с XVII века, на основании идеи стоицизма. Элиты осознали то, что авторитет власти должен исходить из примеров, и эти примеры исходят из самодисциплины. И стоицизм тут прекрасно укладывался в новый тип политического лидера. Вот эта роль самодисциплины стала проявляться также и в других сферах жизни. «Быт», дисциплина тела не только военная, но и искусство, балет, сады, преобразование дикости, оккультуренные сады, экологический аспект. Построение городов, планы Амстердама, планы других городов по порядку. И у Декарта этот пример о том, что создавать науку нужно по типу нового города. Он жил, я думаю, что он вдохновился Амстердамом. Он вдохновился Амстердамом, потому что это четкая схема вот таких вот каналов, которые на паутину похожи. Дамбы, борьба разума над природой. А у него в голове был, очевидно, Париж того времени, беспорядочный старый город, где вот эти улицы. То есть фактически новая наука Декарта — это борьба двух метафор. Это борьба Амстердама и Парижа, где Амстердам пользовался таким вот восхищением. А Париж, его родной, был таким деревней, где много сараев, пересеченных улиц. Блестящий Париж, но беспорядочный. Если же говорить о XX веке, я тут ставлю троиточим, потому что я приводил очень много примеров, приведу только несколько. Пилючи указывает на то, что многие типы экзистенциальной терапии основывались на идеях стоицизма. Например, Виктор Франкл, здесь есть примеры на эту тему. Логотерапия, лечение смыслами. Вот то, с чего я начинал, ощущение смыслового вакуума. Это идеи стоицизма. Другой пример политический. Это политики XX века, например, Билл Клинтон. Вы скажете, что некоторые его поступки не совпадали с идеей стоицизма, но для него тексты римских стойков были настольной книгой. Можно продолжать имена. Достаточно много имен. Я назвал Франкл, Билл Клинтон. Вот Пилючи очень приводит много конкретных примеров. Такой философ британский Ирвайн пишется как Ирвине, который всю жизнь занимался проблемами этики, а потом пришел к стоицизму как практической жизненной установке. Его книга вышла в Нью-Йорке в 2008 году. Называется «Гид или путеводитель к счастливой жизни». Уильям Ирвайн, путеводитель к счастливой жизни, то, к сожалению, нет русского перевода. Я недоволен тем, что этот русский перевод появился. Мне кажется, что это развращает людей, понимаете, эти переводы все. Развращает людей. Люди, которые ищут истоки, люди, когда они интересуются, они должны взламывать тексты. И это, кстати, параллельно позволяет им осваивать языки. Увлекся чем-то, раз — язык выучил. Что-то на итальянском интересное появилось, раз — итальянский, чтобы эту книжечку прочитать. А постоянное чтение на русском или украинском языке, оно важно для студентов, но оно развращает образованного человека. Это то пирожное, скажем так, русский перевод — это то пирожное, которое потом захлопывается в железную холодную ловушку. То есть нужно читать на языках, на которых написаны книги. То есть эти примеры. Видите, психологи, ученые, естественники, политики, дипломаты, судьи. Они показывают, и, кстати, здесь есть в конце книги адреса постоянных встреч стойков, конференции, где встречаются дипломаты, политики, мыслители, ученые. А также есть очень много сайтов. Один из них я у себя на стене поместил, он так и называется «Стоицизм», где также очень много видео, докладов, дискуссий на тему стоицизма, современного стоицизма. Достаточно широкое движение. Очень много издается книг. Например, есть такая серия «Дневники стойков». Она издается по-английски, по-немецки. Это целые библиотеки. Это очень широкое движение, которое охватывает сейчас современный мир на всех уровнях. Я имею в виду на всех уровнях, от политиков до людей, до, скажем, приватной сферы. И поэтому сегодня мы собрались, и когда мы будем уже говорить о практиках, о конкретных теориях добродетели, о практиках, о медитациях, стойках после обеда, я завершаю мою беседу сейчас, мы должны иметь в виду, что это не единичное явление. Речь не идет о двух-трех людях, речь не идет о каких-то экзотических попытках читать древние тексты. Речь идет об очень широком движении, о очень серьезной тенденции. Возврат к философии, как к жизненной установке, к жизненной практике. Этот возврат в основном происходит в форме неостоицизма. Почему так происходит, я пытался объяснить, расшифровывая главные свойства, по моему мнению, его преимущества. Стоицизм выигрывает перед сплатонизмом, аэстетизмом, перед другими движениями. Сильно выигрывает или все-таки кто-то дышит в пиле? Сильно выигрывает. Он выигрывает, по мнению Пельючи, сейчас я звездочка, сноска, Пельючи так считает, выигрывает перед буддизмом и индуизмом. Поскольку он говорит, увлечение американцев буддизмом, хорошее увлечение, но тексты темные. Когда мы говорили на летней школе, Павел говорил, что только индийские тексты, 70 толкований, разные школы. Вот, слушайте, одно толкование нужно жизни, а 70 толкований, это можете позволить цивилизация, которая говорит о перевоплощении. Но 70 толкований освоить нереально. Понимаете, это очень долгоиграющая пластинка. А он говорит, тексты непонятны, тексты многозначны. В то время как стоицизм выигрывает перед буддизмом, потому что, с одной стороны, он предлагает мировоззрение, медитативные практики, а с другой стороны, больше подходит западному мышлению, которое практично, которое лаконично, которое пытается идеи воплощать на практиках постоянно, постоянно, постоянно. В разных сферах. Дипломатия, политика, наука, обыденная жизнь, семейная жизнь, религиозная жизнь, атеистическая жизнь и так далее. Вот что важно. В этом смысле он, взвешивая на весах преимуществ, отдает преимущество стоицизму. Почему он избрал этот стоицизм так же? Соблазны вот восточными типами духовности, мы их не отбрасываем. Но здесь мы можем что-то понимать. Но там, скорее, мы можем думать, что мы что-то понимаем. Вот, собственно, то, что я хотел сказать. Здесь еще у нас есть 5-7 минут вопрос и ответы. Идеи стоицизма и возникновения дисциплинарной Европы. Преимущество лекции состоит в том, что очень много иллюстраций, картинок. Я сделал презентацию, и очень хорошая визуализация идет. Там картины мастеров, планы городов, виды сражений, вот эти все короли, полководцы. Сразу идет такой видеоряд, и понятно, как стоицизм, вот идея. Для меня это прекрасный пример, как идея оплодотворяет реальность. И как идея все меняет, начиная от элит и спускаясь до обыденной жизни обычного голландца 17 века. Вот там картины голландских мастеров. А что это значит? Это значит, что вот я простой голландец, я горшечник, простите, или там, не знаю, сапожник. У меня трехэтажный домик маленький, как и у всех. И у меня в этом домике висят картины. У меня прекрасное белье, у меня китайский фарфор. У меня прекрасно меблированная комната. Хорошо сделанный сыр. Тоже стоическая идея. Какая идея с молоком не стоическая? Коробу выдаю, сметана, молоко, творог. Быстренько, быстренько, быстренько. А здесь молоко добыл, а сыр должен отлеживаться годами. То есть между производством и готовым к употреблению очень длительный процесс. То же самое с вином. С самогоном проще, правда? С пивом проще. А хорошее вино — это, значит, бочки, определенная древесина, определенное качество. Вопрос, вот наши ментальные спрашивают, зачем возиться с этим сыром, с этим вином, с этим бытом, с этими вилочками, ложечками, ножичками, с этими картинами. Подчеркиваю, это 17 век — это не богатые люди. Это обычный гражданин Амстердама или других голландских городов. В их практику вошло вот это ощущение красоты быта. То, что человек — хороший человек, хорошая жизнь. Это не просто внутренняя наполненность, а то, что вокруг тебя. Прекрасные сады, дисциплина тела, изысканный обед, хорошее вино, хорошо оснащенные тротуары, мосты, все то, что говорит о победе дисциплины над хаосом, победы порядка над разложением. Вот это и есть стоицизм. Стоицизм в двух ключевых словах — это дисциплина и порядок, которые имеют определенный духовный смысл. Не дисциплина ради дисциплины, а дисциплина ради проявления лучших нас в черт. Можем стать людьми только через самодисциплину. Другого пути нет. Иначе пирожное в ловушках. Поэтому я рекомендую эту книгу, также книгу Ирвайна. А равно как и, вот Сергей Витрич будет об этом говорить, классические тексты. Можно начинать с эпиктета, можно с Марка Авреля. Я думаю, что можно найти авторов. Вот еще, если говорить об авторе современном, есть там в моей презентации «Стокдейл Джеймс Бонд Стокдейл». Это американский адмирал. Он попал во вьетнамский плен, был сбит в 1965 году. Просидел в очень тяжелейших условиях, 7,5 лет во вьетнамских лагерях и тюрьмах. Он поддерживал своих товарищей, его пытали и очень жестоко избивали. Он был много раз в карцере. И когда его обменяли на каких-то там высокопоставленных вьетнамцев, он вернулся на родину и написал книгу, которая называется «Под огнем. Мужество под огнем. Опробирование эпиктета в практической жизни». Он в этой книге объяснил, что позволило ему выжить в этом тяжелейшем плену, сохранить свою силу. Здесь они с Франклом на одной волне. Франкл постоянно подчеркивал, что в концлагерях его спас смысл. Точно так же и Стокдейл подчеркивает, что в вьетнамском плену его спас смысл, спас эпиктет, беседы эпиктета. И он попал, он узнал эпиктета в военной академии еще. До того, как пошел служить, когда он учился, его учитель философии порекомендовал эту книгу. Вот это Стокдейл, я вам рекомендую его книга автобиографическая, где он показывает, как эпиктет спас ему жизнь, как эпиктет вдохнул в него силу. Так что вот еще один пример. Это один из самых, это один из героев 20 века военных из американской военной истории. По-моему, в генеральном, у него несколько бюстов стоит, в генеральном штабе еще, в конгрессе, если не ошибаюсь. Зайдите на Википедию James Bond Stockdale. Ну, лучше зайдите по-английски, потому что по-русски чуть-чуть. Википедии украинские русские, как что-то самое интересное и важное, там вот этого нет никогда. Имейте в виду, что вот здесь сбои. Ну, не распространилось, а иногда вообще нет, понимаете. Вот поэтому вообще нет Википедии. Самое главное, вообще нет Википедии, но иногда что-то есть. По крайней мере, Липси есть. Ну, вот пока мы сделали такое вступление и потом продолжим уже на практиках, попытаемся беседовать.